Galaxy Tab 2, модель P51.00. Сегодня будем менять слот сим-карты. Слот сим-карты. Вставляем. Вообще у нас не вставляется. Итак, Сбираем планшет. В прошлом видео я уже показывал, как он разбирается. Сбираем со стороны, где находится гнездо зарядки. Чем-нибудь острым. Вставляем между каркасом и каркасом и рамкой, всовываем внутрь как можно глубже. Не задевайте стекло. Таким образом оно отстегивается. Далее по периметру. С другой стороны. Мы его почти сняли. И вот эту часть высовываем последнюю, где находится гнездо зарядки у нас. Вот видите, оно выпирает. Поэтому мы начинаем разбирать сверху, с другой стороны. Вот наше гнездо. Оно находится под платой. Поэтому выключаем таблет. Выключили планшет. Разбираем. Снимаем. Снимаем плату. Снимаем защитный пластик. Первый шлейф. Второй. Третий. Соединили. Далее откручиваем все болты, которые находятся здесь. beş. ВотOTHER. Третий. То-пов�. На курсе. Тыдор. Наша охранитель. Holy. Третий. ften в топе. Третий. Kid. Третий. Третий. Всё. Третий. Pode richtige actuar. Третий. Третий. Тетий... Снимаем шлейф, кнопки, камера, датчик, еще одна камера, передняя, антенный кабель. Снимаем все, что присоединено к плате, потому что мы будем вытаскивать. Еще один разъем, соединяем батарейку. Откручиваем. Продолжение следует. Откручиваем батарейку. Отстегиваем батарейку. Вот такой вот разъем у него. Далее снимаем плату. С этой стороны. Здесь находится паз, обратите внимание, который держит плату. Вытаскиваем. Вот он наш слот сим-карты. Вот видите, да, выломана одна. Один из контактов. Однозначно будем менять. Ставим в держак. Ставим держак. В принципе, снять можно паяльником, но я советую снимать феном. будет намного быстрее и безопаснее. Ставьте температуру 450-400. Посмотрели с другой стороны, чтобы не было компаунда. Разогреваем слот. Нагреваем. Поехали. 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 Добавляем флюз. По краям где припаяли. Продолжаем греть уже по периметру. Рецепт смотрите под видео. Снимаем сначала с одной стороны. С другой стороны. Дождитесь пока припой расплавится, потом уже снимайте вот этот защитный экран сим-карты. Ни в коем случае не вырывайте, потому что оторвете пятаки. Сняли, далее нижнюю подложку снимаем. Сняли. Берем новый лектор. Держак можно снимать. Сначала нам нужно прибавить вот эти два места, которые я показываю, потому что лектор имеет две направляющих. Вот видите, здесь они как бы вставляются и уходят с другой стороны. Припаиваем сначала их вот с этой стороны. Сели. Далее выравниваем лектор строго по своим местам, по своим пятакам. Добавляем флюс. Берем немного припоя. Прихватили. И все, дальше по периметру паяем. Сам разъем. Очень удобно просто устанавливается. Ничего не мешает. Рисы. Разъем. Прик tattoo. Все. Не мешает. С retraить. С retraить. Надежный. Пар 시간이 она отражает. Бедушка. все готово передние теперь обязательно проверяйте чтобы не было такого что собрали потом и получилось что электро не читает можно визуально можно под микроскопом посмотреть нужно иголкой вот так вот проверить чтобы ничего не шаталось спереди сзади и все собираем в обратном порядке ставим устанавливаем плату повторяю еще раз вот в этот паз сначала вставляем вот которая показывает который держит собственно говоря с этой стороны плату ставили аккуратно смотрите чтобы какой-нибудь разъем не остался под платой потому что их достаточно много у меня как раз и остался вот он все сверху с этой стороны антенны кабель этот разъем его здесь еще один разъем я показываю застегиваем шлейф камера гнездо зарядки антенны разъем динамик с этой стороны ставим батарею соединяем шлейф тачскрин обращаю внимание линии вот эти вот на разъемах должны совпадать с теми которые на плате закручиваем все болты которые скрутились батарейки с платой все готов вставляем сим-карту вот он у нас запрашивает пин-код все работает считает все ставим заднюю крышку всем спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте лайки ставить заднюю крышку еще раз повторюсь начинаем с гнезда наушников сначала вставим ту сторону где находится гнездо наушников и потом уже по периметру ставим саму рамку подписывайтесь на наш канал всем удачного дня и So, just verify that it's on. I'm just going to ring the phone now. As you can see absolutely nothing on the screen. So, go and try a reset. So, go and try a reset. Okay, and we still have a black screen. I've logged the call with Samsung support and hopefully they'll get back to me soon and I might have a resolution for this. I'll post a follow-up video once I do. Thanks.